Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Хайтек. И сегодня посмотрим на одну из проблем, которую вы сталкиваетесь, если пытаетесь запустить вот такую вот программу Oracle Virtual Machine Virtual Box. В общем, вы сделали, например, виртуальную машину себе, либо попробовать, либо еще что-то, но у вас она не работает. То есть все делаете правильно, и на диск C ставите, и на другой диск, и русский язык убираете. В общем, запускаете, нажимаем запустить, и высвечивается вот такая вот ошибка. В общем, эта ошибка у нас, то есть виртуализация у нас отключена в процессорах AMD, типа такой настройки. Это можно посмотреть, кстати, если нажать диспетчер задач. Так, вот тут нажимаем правым кликом мыши на Windows, и нажимаем диспетчер задач. Так, производительность, по-моему. Вот, производительность. И смотрите, виртуализация отключена, написано. В общем, это то самое, то, что нам нужно как раз-таки включить будет. Так, для этого что мы делаем? Пуск, завершение работы. Давайте перезагрузку нажмем. Перезагрузить. И нужно нажать клавишу Delete, сжать ее. То есть просто сейчас оно вот как экран потухнет. Нажимаем Delete кнопку. И ждем, пока появится BIOS. При этом постоянно нажимаем и ждем. Так, вот, можно не нажимать больше кнопку Delete. Так, открывается у меня менюшка моей платы BIOS UEFI. Так, и нам здесь значит, что нужно найти. Так, разгон, расширение. Открываем расширение. Конфигурация CP. Так, вот. И нам нужно вот это, то, что видите, svm-мод не используется, написано. Нам его надо поставить на... Включено. Так, я что-то другое там нажал еще. Так, вот здесь Enable делаем. Включаем. И значит, что нужно нажать? Выход. Сохранить изменения и выйти. То есть сейчас винда просто загрузится, и мы посмотрим, что изменилось. Так, ну что, винда у нас загрузилась, и теперь я открыл прогу, и открыл опять диспетчер задач. И вот тут виртуализация у нас уже включена, написана. То есть, соответственно, должно работать. Так, процессор вот такой, AMD Ryzen. И пробуем запустить, и посмотрим, вообще получится ли у нас это сделать. Сейчас будет, по идее, работать. Так, вот, уже начало что-то запускаться. Тут у меня винда была какая-то поставлена. Да, потихонечку начинает работать. В общем, вот такое простое решение вот такой проблемы. То есть тут у меня установка винды внутри винды получается. Ладно, на этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если какие-то есть вопросы, то пишите комментарии. Ну и распространяйте этот ролик. Все, увидимся. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok